В Екатеринбурге 35-летний грабитель-рецидивист угнал маршрутку. Кража микроавтобуса Фиат Дуката была совершена в ночь с воскресенья на понедельник около полуночи на улице Таватуйской на старой сортировке. По сведениям ГАИ, водитель маршрутки вышел из руля, чтобы купить сигарет в киоске. Машину при этом оставил заведенной. Этими воспользовался 35-летний полуночник, занявший место водителя и продолживший движение в сторону улицы Белимбаевской. Однако далеко он уехать не смог. Во-первых, пробил два передних колеса, преодолевая бордюр. А во-вторых, встретил на Белимбаевской патрульный автомобиль ДПС. Остановив угонщика, гаишники вызвали опергруппу и отправили водителя на медосвидетельствование, поскольку по внешним признакам он был пьян. Впрочем, очевидцы момент задержания автовора описывают иначе. По словам таксиста Андрея, проезжавшего в это время по улице Белимбаевской, задержали нарушителя не гаишники, а друзья настоящего водителя микроавтобуса, откликнувшиеся на его призыв о помощи. Я просто мимо проезжал, я вижу, они там толпой его окружили. А как напали? Они там пытались извлечь его из машины или какие-то? Да, да. Он походу в машине сам-то был. Я его просто не видел. Нет, 15 человек не русских точно. А, не русских было? Не русских. Вокруг машины. А в самой машине это русский был? А в самой машине не знаю, не видел. Слова таксиста косвенно подтверждают и повреждения, полученные маршруткой. Помимо пробитых колес, что действительно могло стать результатом наезда на бордюр, у «Фиата» сломано левое зеркало заднего вида, разбито водительское стекло, а на двери явственный отпечаток ботинка. Таксист утверждает, что окруживший микроавтобус люди были весьма агрессивны, так что сам он предпочел не останавливаться и в конфликт не вмешиваться. У тебя с пассажирами? А что остановишься? Тебе тоже машину погнут, я, наверное, такси. Причем не моя машина, я на хозяйской езжу, да, остановишься и тебе тоже все такси изогнут, потом меня с меня снимут. Другие очевидцы из числа пользователей соцсетей сообщают, что драка с мужчиной, угнавшим «Фиат», произошла еще до угона. И якобы именно поэтому тот сел за руль и попытался скрыться на чужой машине. Так или иначе, в отношении задержанного 35-летнего мужчины, ранее судимого за грабеж, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 «Угон транспортного средства без цели хищения».